Вас всех приветствую, мои дорогие друзья, с вами Асина, и мы все так же продолжаем читать визуальную новеллу под названием Левиафан. Последний день декады. Да и называть эту игру 100% новеллой как-то язык не поворачивается, ибо в ней все-таки присутствуют еще кое-какие геймплейные элементы, и уж 20% из этих 100 я точно отнесу на сторону квеста. Итак, вместе с Оливером мы стоим на станции метро. Да, довольно удивительно наблюдать здесь поезда, но этот мир высоко технологичен, помимо того, что все-таки он весьма архаичен. И, Оливер, мы с тобой будем раскрывать занавесь на тайне смерти твоей матери при помощи моего тыканье, тыканье по персонажам. Как всегда, поговорим абсолютно со всеми, кто находится в моем поле зрения, и я начну со стражника. Какие у него все-таки веселые лампочки со спины торчат. Я могу как-то помочь, господин? Я в опасности? Я не знаю, но мало ли. Страж, я в опасности! Этот худой старик с длинными волосами. Он следит за мной. Утром я видел его около Академии, а сейчас он здесь. Господин, это случайность. Не паникуйте, этот человек не следит за вами. Он следит! Я всюду ловлю его взгляд, к тому же выглядит он уж очень подозрительно. Послушайте, господин, мне не велено говорить об этом, но раз он беспокоит вас, этот человек следователь совета, его работа... Выслеживать и наказывать людей за неосторожно оброненные слова, следить, чтобы все держали рот на замке и боялись. Его работа защищать вас, господин, от мятежников и тех, кто хочет посягнуть на жизнь нашего дорогого правителя. Вы ему не нужны. Следователь совета уже несколько дней занят тем, что выслеживает одного смутьяна. Он арестовал бы его, да, видно, доказательств не хватает. Я в эти дела не лезу, да и не скажет он. Более немногословного человека я прежде не встречал. Ну ладно тогда. Мне уже начало казаться, что он выслеживает меня. Спасибо, страж. Я могу как-то помочь еще? Нет, я думаю, больше мы ни за чем обращаться не будем, потому что я выяснила уже имя мастера, и именно сейчас мы к нему и будем направляться. Оливер отходит, и пришло время паренька в смешной шляпе. Декада кончается, и кажется, даже дышать в городе стало легче. Вы согласны со мной? Ха, наверное. Мне и раньше неплохо дышалось. Ха-ха. Ну-ну. Аристократам коим вы, несомненно, принадлежите всегда дышится вольготно. Во всех смыслах. Есть в этом какая-то горькая правда жизни. Что вы имеете в виду? Речь, разумеется, не о воздухе. Могу ли я спросить, как вы относитесь к правлению чумного короля? Да. Политика. Политика. Уж не его ли этот дед высматривает, если уж так подумать? Хм. Я вообще такой довольно аполитичный человек. Сама по жизни не то чтобы сохраняю нейтралитет. Я считаю, что неправильно сохранять нейтралитет во многих случаях. Но в данный момент я скажу, что мне все равно. Мне все равно. Дрязги в совете меня не касаются. О, нет-нет-нет-нет, ошибаетесь. Вас это касается в первую очередь. Но знаете, вы кажетесь мне весьма умным молодым человеком. Ваше равнодушие вот что губит ваши силы, которые пропадают зря. Ах, какая прям вот проповедь. Проповедь человека, который хочет завлечь мне на какую-то непонятную политическую сторону. Когда я встречаю человека, равнодушного к судьбе своей страны, мне всегда хочется переубедить его. Позвольте я кое-что объясню. Революционер, понятно. Кто такие аристократы? Не спрашивайте у меня ответа. Подумайте. Спросите у себя, и вы рано или поздно придете к верному выводу. Аристократы – это лучшие люди? Ха, безусловно так. Аристократ может принимать решения, которые приведут страну к процветанию? Опять же, так. Множество аристократов, собранных вместе, какие бы личные цели не преследовал, каждый в отдельности способны принимать разумные решения. И это так. Это сверлые головы. Их пыл, их свободные мысли не должны быть ограничены ничем. И никем. Ха, вы, наверное, не знаете аристократов. Издалека все они кажутся прекрасны. О, нет, 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 нет. Я знаю, знаю высокородных. Я работал писарем, мой шли Винсмут. Заверяю вас в ее чистоте и честности. Семья Винсмут – это род магов, книжников и архивариусов. Один из самых древних и известных родов в Левиафане. Не знаю, уместно ли говорить о честности и чистоте Винсмутов, сделавших свое состояние на торговле тайнами других аристократических семей. Вы, кажется, задумались о чем-то? Позвольте, я вернусь к своему рассуждению. Итак, мысль аристократов способна преобразить страну, но только если никто не станет ограничивать эту мысль. А теперь взгляните наверх, туда, где бродят черные тучи, и среди них изредка мелькает гнилая верхушка башни. Что вы видите? Простите. Нами правит грубая, полубезумная сила. Ведь какая у нас власть? Взять нижнюю палату совета – прекрасно! Все аристократы должны иметь право голоса. Открытое голосование в верхней палате – это тоже весьма и весьма достойно. Высокородные должны нести ответственность за решение, согласны? Но то, что происходит еще выше, над этим царством разума, заставляет содрогнуться. Там он, проклятый король. Подумайте только, абсолютно безликое кровожадное существо, оно будет править вечно, если не сместить его силой. Сместить, говорите? Вот видите, вы боитесь. Как же это можно терпеть правителя, внушающего лишь страх? А ведь сами высокородные виноваты, что он воцарился над нами. Вы и никто, кроме вас, возвели его наверх. Настало время сбросить его оттуда. Вы согласны? Вероятно, сейчас со стороны я выгляжу как идиот. Но я был бы большим идиотом, если б вслух поддерживал подобные мысли. Это опасно. Если этого не сделать, он будет вечно подавлять вас, травить декадой, огрызаться, разрывая и уничтожая всякий раз, когда вы захотите смягчить гнёт. Сегодня власть осквернена одной лишь тенью короля. Кто он по сути? Безумец, могущий убить или отпустить во своясе. Вот предел его правления. Послушайте, я могу познакомить вас с некоторыми людьми. Если вы хоть немного верите в то, что я говорю, что скажете? Мне надо подумать. Да, да, понимаю. Не стану давить на вас. Возвращайтесь, если почувствуете, что хотите помочь. О, боже мой, ты когда-нибудь доиграешься с такими разговорами, молодой человек, и твоя голова со смешной шляпой убежит с твоих плеч. Не то чтобы я не видела некой трезвости в словах его, но горячая кровь и опять же горячая голова в данных вопросах не играет на руку. Ну, побеседуем теперь с вами. Богато одетый человек в красных одеждах о чем-то ожесточенно спорит со стариком в легкой кожаной броне. Давайте подслушаем. Будем таким культурным-некультурным человеком. Оливер подходит поближе, чтобы послушать разговор. Вы не видите? И этого как бы не происходит, так ведь? Не могу, знаете, не согласиться с вами. Однако, когда Крамола выходит за двери домов, она становится делом государственным. Я ведь прав, да? И здесь уже нет особой разницы меж тем, стало ли это дело достоянием всего Крахстейма, либо же одной улицы, потому что заразу нужно пресекать. Сразу пресекать, слышите? Гниет палец, режь. Гниет рука, руку режь. До головы докатится и все. Наши не шутки ведь согласны. Так вот, соседка моя Лукреция, женщина тихая, умная, добродетельная, как мне и казалось до недавней поры. Мужа похоронила в позатом году, сейчас вот сына подхватила, знаете ли, болезнь, вот дикада и скосила его. Вечерами, знаете, я завариваю зверобоя, присаживаюсь на диван с книгой, странички листаю, но больше, знаете, город слушаю, окно открою и слушаю. И вот слышу звук слабый, как будто, знаете, за стеной кто-то пуговицы режет, а они на пол сыпятся, даже не сыплются, летят, звон резкий такой. Дзынь, дзынь, дзынь. И тут, я думаю, пуговицы ли? Может, не пуговицы вовсе. Но балкон вышел, дом у нас с колодцем построен, с балкона весь двор виден. Встал, знаете, на балконе, смотрю в окно, где Лукреция, и вижу, берет она что-то в руку, и, знаете, силой так опал, эх, сердцем так раз опал. Сука ты, говорит, падла такая, раз такая, отец твой грязь земная, мать у аберрантов шлюха и прислужница, а сам ты говно. Стою, знаете, думаю, кто такая Лукреция, кто так Лукрецию-то вывел, и о Должке вспомнил. Она ведь заняла у меня на похороны сына, немного заняла, но, знаете, долг. Пошел к ней. Лукреция, говорю, я бы сдержался за тобой долг, отдашь? Она кивнула, да протягивает мне мои пять золотых, а там монетки все исполосованы, смяты, и у короля на каждой выцарапаны глаза. Да, на каждый, гвоздем, нет, гвоздем или чем-то еще, не знаю, скажу честно, я, знаете, никогда королю на монетах глаза не выцарапывал, может, и гвоздем. Покажете? А? Нет, нет, что вы, тех монет у меня нету с собой, такое не то, что в руки брать, видеть страшно. Она как мне их показала, я аж испугался, говорю, и Лукреция, я такие монеты не возьму, нормальные неси, поворчала, но принесла. И с тех пор начал я наблюдать за ней и стал видеть всякое, и не только видеть, но, знаете, и слышать временами. Там на короля холун возведет, здесь монеты исцарапаны и расплачатся, тут соседских старух кружок соберет и плачутся, как тяжко в стране. Да чего, знаете, мерзко видеть, а я уж в ордер ходил, они мне в лицо смеются, иди побрежи на рынке, там тебя бродяги и коллеги послушают. Это как, по-вашему, хорошая шутка? Вот та зараза, о которой я говорил, сегодня они смеются над осквернением монет, завтра сами начнут. Вот так спокойно смотрите на меня, вы знаете, камень бездушный, подумайте о сыне Лукреции, не о том, что он умер, а о младшеньком, каким его воспитает такая мать. Ему теперь уже один путь в общество искоренения порока, может, лет семь пройдет, да, глядишь, человеком достойным выйдет. Разберусь. О, господи, да, разговор, конечно, довольно интересный. Оливер останавливается перед худым человеком со злым, усталым взглядом. Что? А? 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 Ясно? Точно! А, смотрите, какая ситуация! Мы можем выдать вот этого паренька, этому старику, молчаливому. Но я не буду это делать. Оливер быстро отходит, стараясь не смотреть в глаза незнакомца. Знаете, почему не хочу это делать? Есть в словах этого разряженного доля правды. А если старик не может выполнить свою работу сам, то я не буду ему помогать. Опять же, моя нейтральная сторона, возможно, доведет меня до неприятных ситуаций. Но сейчас я буду сохранять нейтралитет. Вперед! На улицу! Угу. Интересно, туда можно? Видимо, нет. Эй-эй-эй, не хочу, больше мне. Ой, какая красота, ребята! Как мне нравится! Каждая, вот каждая мелочь, настолько щептильно, настолько красиво нарисована. Вообще, конечно, постарались художники, над игрой очень чувствуется. Но я боюсь размеров этой локации, поэтому сделаю вот так. Хотя она все равно какая-то полупустая. Из-за двери слышны приглушенные голоса. Иногда слышится женский смех. В этом доме находится бордель. Один из бесчисленного множества городских борделей, принадлежащих Лотнерам. Ага, вот они, значит, чем кормятся. Сюда можно сходить. А здесь кто? На краю старой лодки, сгорбившись, сидит маленькое сморщенное существо с удочкой в руках. Протопраймал, зверолюд, похожий на мелкую старую кошку, ловит рыбу в мутной воде канала. Воистину, Белый Круг не самое благополучное место в городе. Здесь всюду оборванцы по прошейке и грязнокровная беднота. И протопраймалы, конечно. Впрочем, где их теперь нет? О, боже, какая милость! Я не могу. А я думала, откуда он? Такой старичок-кошка. Ох, какое-то прям милое существо. Не знаю, может он, правда, неприятный. Но сейчас выясним. Оливер спускается к воде и подходит к лодке. Рыбак кутается в лохмоте и что-то приговаривает себе под нос. Зачем его сталкивать? Зачем его гнать? Нет, я хочу с ним побеседовать. Добрый вечер, уважаемый! Рыбак протопраймал смотрит на Оливера с искренним удивлением и испугом. Да, он и впрямь похож на кошку. Вот уж точно. Добрый, добрый вечер, господин. Протопраймал продолжает ловить рыбу. Хм, чем занят? Чем занят? Вот рыбач помаленьку, господин. С рассветом прихожу, а как ночь спускается, удочки собираю и домой. Так ты что, весь день так рыбу ловишь? А как же иначе, господин? Котя, целый вывод, такая всем рыбка нужна. Зачем мне нужна его рыба? Нет, я... Я хочу ему даже денег дать. Котя, ты говоришь? Возьми денег, эти пять золотых помогут твоей семье. Господин! Рыбак Протопраймал растроганно моргает. Кажется, что еще немного, и он расплачется. Господин, вы добрый, великодушный человек. Я скажу своей жене и детишкам, чтобы они благословляли пищу именем вашего рода. Как вас звать? Оливер Вертрон? Вертронами, значит. Оливер решает не мешать рыбаку и отходит. Не знаю, может быть это так, в виде какого-то определенного бонуса, но вполне возможно, что в будущем этот Протопраймал что-то для нас сделает. О, боже мой! Дизайн персонажей периодами убивает меня. Че-то я его боюсь. Ну ладно. Панк. На прилавке ювелирной мастерской... А, это именно то место, куда мы с вами и шли. Оливер замечает удивительно красивый, тонко сделанный рок. Инструмент кажется волшебным, на его изгибах слабо мерцают странные искры. Оливер осторожно протягивает руку, чтобы потрогать лежащий на прилавке рок. Эй, парень! Смотреть смотри, а руками трогать не смей. Ты что же думаешь, что я ничего не вижу? Попробуешь утащить, выгоню пинками. Каким бы ты себя аристократом раз... Аристократом не был. Успокойтесь, я всего лишь заинтересовался этим инструментом. Как будто бы это кому-то мешает утащить его. Ха-ха-ха. Не знаю, как мне может пригодиться этот инструмент. Чутье подсказывает мне, что с ним связана какая-то загадка. Возможно, стоит купить его. Ну так че, приобрести не желаешь? Эмм... Выглядит... Может быть, мы сможем сторговаться? Но как бы это не привело к повышению цены. Интересно, интересно. Сто процентов вещь нужная. Сто процентов пригодится, если даже Оливер отметил это. Как ты считаешь, мой дорогой друг Оливер, стоит ли нам ее купить? И высока ли вероятность, что ты сторгуешься не на 10 золотых, а на меньшее количество? Выглядит дешево. Я просто боюсь, что если я скажу, что он выглядит дешево, то Монсеньор скажет нам, что ты дурак, протри глаза, он вообще стоит 50. И это будет... Не очень хорошо. А если я начну спрашивать, редкая ли это вещь? Давайте прям вот как обрубим. 10 золотых и все. Хорошо. Я возьму его за 10 золотых. Не пойдет. Я хочу за него 30 золотом и не меньше. Сдумаешь торговаться? Подниму цену. Нет, я не стану его покупать. Вот как? Если не хочешь, настаивать не буду. Как надумаешь? Приходи. Пу! 30 золотых. Ну-ка, 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 ну-ка. Подождите. Здесь у нас есть автоэпизоды. Я просто не знаю, к чему это все может привести. А давайте. Тудунч. О, отлично, отлично, прекрасно. Потому что у меня гложет сомнение, что мы можем его купить подешевле. Так, снова я включу небольшую систему подсказок. Уж когда большое количество объектов, невозможно выбрать нужный тебе. Я понимаю, что это облегчает задачу. На каких-то сложных квестах я, наверное, буду отключать систему подсказок. Так, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Угу. Винфред Форлоу, сейчас мы с тобой поторгуемся. Возможно. Возможно, я возьму его. Мне он не слишком-то нужен, подарю его другу. Он любит всякие старые вещи. Ладно, отдам его за шестнадцать золотых, так и знала. Как по мне, это приемлемая цена. Согласен, согласен. Я согласен. Вот деньги. По рукам. Он твой, можешь забирать. Спасибо. Причудливый изогнутый рок. Три позолоченных клапана позволяют наиграть простенькую мелодию. Классная вещь, я даже рада, что мы ее прикупили. Сколько у нас вообще денег осталось? Семнадцать золотых. Я бомжара. Ну ладно. Что-то ищешь, парень? Я занимаюсь своим ремеслом уже много лет. Здесь моей лавке полно всяких сокровищ. Руны, кольца, амулеты. Выбирай. Передо мной стоит мастер-ювелир. Плешивый, сморщенный старик с клочкастой белой бородой. Странное описание, Оливер. Я бы сказала, что это престарелая, огромная, глысая громадина, которую явно стоит опасаться. Еще и без руки. Он выглядит спокойным и доброжелательным, но глаза выдают его. У него взгляд хищника. Кажется, он не так уж прост. Нужно быть осторожным с ним. Ну же, парень, собираешься торчать у моей лавки весь день? Нет, я пришел сюда не за покупками. Взгляните, быть может, вы можете рассказать мне что-нибудь про это кольцо? Да, клеймо точно мое. А вот само кольцо. Подделка, быть может, работа уж слишком топорная. Забудь про этот чертов перстень. Ты лучше сюда смотри. Если хочешь найти действительно стоящие вещи, то ты пришел по адресу. Возьмешь две, сделаю скидку. Большую скидку, парень. Мы ведь можем договориться. Всегда можем договориться, мой друг. Старик явно не хочет говорить о кольце. Бьюсь об заклад, он чувствует, что дело пахнет крупными неприятностями, но не может понять, какими именно. В любом случае, я должен разговорить его. Не важно как. А смысл обманывать? А смысл надавливать? Я боюсь как-то с ним шутки шутить подобные. Я спрошу прямо и в лоб. Да. Нет, всякие хитрости здесь не годятся. Лучше спросить прямо. Послушайте, мне нужно лишь имя. Только имя. Имя, имя. Всем нужны чужие имена. А мне, мне ведь тоже кое-что нужно. И не так уж много, по большему счету. И что же вам нужно? А ты, вижу, быстро схватываешь. Что к чему? Я хочу 30 золотом, сынок. Не слишком-то много за старый семейный секрет. Правда? Если дорого, можешь поработать у меня до вечера. Будешь вроде подмастерья. Подай. Принеси. Из огня достань. Ха-ха-ха-ха. Только вот что. Раньше восьми домой не просись. Это сложно, но... Но этот секрет того стоит, парень. Хочешь получить его? Подумай, как будешь расплачиваться. Я поработаю на тебя. Да так все стоишь. Там за лавкой вход в мастерскую. Будешь полировать рубины для ожерелья. И вот что. У меня тут не пансион для девочек. Работаем до заката. Усекаешь? Усекаю. Но уже неплохо. Так что, согласен? Или передумал? Я согласен поработать на тебя до вечера. Пойдем в мастерскую. А ты мне нравишься. Сказал, сделал. Ты не из этих сосунков белоручек сразу видно. Не знаю, как к тебе попало то кольцо. Да и знать не хочу. Мое дело работать. А твое помогать мне. Пошли покажу, что надо делать. Оливер отправляется в коморку ювелира и несколько часов полирует рубины. Кажется, это было не лучшей идеей. Опекун взбесится из-за того, что я приду поздно. Итак, парень. Ты хотел знать, что это за кольцо? Слушай, я расскажу тебе все, что помню. Мы, видимо, вышли на какой-то интересный поворот сюжета, когда мы получим негативное чуть позже. Но в любом случае, я не потеряла денег, да у меня их даже и не было. Вы не против, если я запишу ваш рассказ? Записывай. Хер с тобой. Все случилось давным-давно. Хорошее было время не то, что сейчас. Да, лет десять назад все было иначе. Не думай, парень, это небрюжение старика. Тогда и впрямь все иначе было. Меня знали, обо мне говорили. Были заказы, были деньги. Лавка была не эта дыра, другая лавка. Она стояла недалеко от Академии Крахстейма, в переулке напротив архива. Однажды я просто сидел у окна и работал. Клуша Винсмутов принесла колечко, в которое не лезли ее жирные пальцы, и попросила его слегка растянуть. Я перековал кольцо, когда к архиву подъехал экипаж. Из него вышли высокородные. Один из них был точно Орвуд. Богач, пальцы в золоте, аккуратно зачесанные волосы и маленькие усы, вот такие. По описанию, этот точно Орвуд, вылитый крестьян. Я действительно на верном пути. За ним шла женщина. Она много смеялась, громко говорила, и, кажется, была пьяна, при том очень и очень сильно. Как она выглядела? А? А, высокая, лет тридцати или чуть меньше, красивая, с пышными каштановыми волосами. Плач у нее было больно странное, сейчас просим такие тоже в ходу. И это точно мама. С ними шел еще один человек. Я знал его. Да, имя за давностью лет подзабыл. Точно скажу лишь одно. Этот пройдоха еще нотариусом работал. Скользкий говнюк! Пф! Так, вся компания зашла в архив. Минут двадцать их не было, а затем они снова вышли. Кажется, между ними было что-то вроде шуточного спора. Женщина крикнула. Если забуду, что тогда? На это Орвуд смеясь ответил. Я уже сделал тебе незабываемый подарок. Или у женщин такая короткая память? Они подошли к моей лавке. Мастер обратился ко мне Орвуд. Что обычно дарят дамам, чтобы они всегда помнили о тебе? Известно, что ответил я. Кольцо. Подарите ей кольцо, и она будет помнить вас вечно. И тогда он заказал у меня это кольцо. Он попросил сделать перстень из черненого серебра. А женщина выбрала камень. Я думала, она захочет рубин там или изумруд. Но она предпочла янтарь. Кто ж поймет этих баб? Вот, собственно, и вся история, парень. Мне все ясно, кроме одного. Что мама и Кристиан делали в архиве? Ммм, вы помните, о чем они говорили? Кри... Орвуд что-нибудь говорил о том, зачем им понадобилось зайти в архив? Ха, кажется, речь шла о сделке. Да, точно, парень. Ты ведь знаешь, копии всех документов, заверяющих сделку, должны храниться в архиве. Это закон. Ясно. Спасибо вам. А! Ммм, спасибо, спасибо. Иди отсюда, парень. Иди своей дорогой, делай, что хочешь, только меня не впутывай. Как видишь, я и так в дерьме по уши. Только заклянуться не хватало. Интересно, интересно, мы наткнулись на еще один путь, который приведет, наверное, к финалу нашего расследования. Это очень здорово. И хочу сказать, извините, если периодически я начинаю то заикаться, то путаться в словах, тяжеловато читать, конечно. Особенно, когда играешь голосами. Я не всегда еще в характер попадаю, потому что ты видишь персонажа в первый раз, ты начинаешь обдумывать, каким образом должен звучать его голос. В итоге, он у тебя по мере разговора начинает интерпретироваться несколько иначе. Итак, а куда мне вообще, собственно, идти? Стоп. Стоп, 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 стоп. С этим необходимо разобраться. Возвращаться в Академию это глупо. По сути, нам сейчас надо в архив. Но где этот архив находится? Мужчина сказал, что архив был недалеко от его старой лавки. Это, кстати, горн, который мы купили. Страшные крикозябристые штуки. Это одно что. Записка с картой. Я записал, как найти бывшую лавку в Инфреде. За станцией Академия надо пройти налево. Там будет старая мастерская и архив. Спасибо. Это очень, кстати, помогло. Выписка из ордера. Заверенная печатью и крупной размашистой подписью дознавателя. Я Уилбор Домиан. Дознаватель ордера. Прибыл на место убийства утром 22 августа в 10 часов 17 минут. На теле погибшей Шерис Вертрон, женщина 20 лет, 29 лет, обнаружены следующие предметы. 38 золотых монет, пузырек с каплями, початый, ветка полыни, перстень. Здесь идет описание монет, капель и ветка полыни. И ветки полыни. Можно это пропустить, меня интересует только кольцо. Так, так, так. Вот, нашел. Кольцо размера ЕФ черненого серебра. Ну, это как раз то, что, в принципе, мы уже и так узнали. Мама не стала в августе 1578-го, и год составления документа это подтверждает. Засохший кусок красного сургуча с выбитой на нем эмблемой ордера. Под печатью две черные траурные ленточки из шелка. Так помечают документы, относящиеся к чьей-то смерти. Подпись дознавателя. Если присмотреться, можно разобрать имя. Уилбер Домиан. Я думаю, что даже это имя нам надо будет запомнить. Уверенно пригодится в будущем. Ну что ж, значит, вновь к Академии. Так, поехали. Как же мне нравится вся эта стилистика. Все-таки талантливые люди игрой занимались, чувствуются. И действительно понимаешь, что подобного ты больше нигде никогда не увидишь. А здесь должно быть была мастерская Винфреда. Прежде его дела явно шли намного лучше. Лавка давно закрыта и заброшена. Ее стекла покрыты толстым слоем пыли. Значит, получается нам сюда? Старик не соврал. Это действительно архив. Я чую, что разгадка совсем близко. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как я его боюсь. Я не знаю. Я боюсь, что если мы пойдем к двери, то... Вот это прекрасное орудие... Коснется тела нашего. Батюшки... Все чуднее и чуднее. Все чудаковатее и чудаковатее. Нам весь придется с ним побеседовать, да? Профос Баттерфляя. Кружной архив округа Сестерция. Дел справок, печати и... И подписи. Твою мать, что за день такой? То мерзкая старушонка, дом ей, бля, переписать с покойного мужа. То провинциалы голодранца теперь малолетка еще. Охренительно. Пойду отолью, что ли. А-а-а. Минуточку. У меня срочное дело. Очередь по срочным делам вон в ту дверь. И закрой, как зайдешь. Там сквозняк. Послушайте. Профос игнорирует Оливера и что-то ворчит. Имеет ли смысл его слушать? Эй, ты! Эй, ты! Слушай меня! У меня срочное дело. Я не хочу тратить время на пререкание. Улавливаешь? А-а-а. Вот как. Тон сбавь. Начнешь тут орать, закончишь орать на улице. Так что, пасть завали, пожалуйста, и улыбайся. Ну, что хотел-то? Какие-то вопросы? Десять лет назад в этом здании была заключена кое-какая сделка. Я могу получить бумаги по ней? Нет, не можешь. Следующий! Кхм! Эй! Постойте, постойте! Мне очень нужны документы по этой сделке. Они вообще существуют? Если сделка была, то да, существуют. И хранятся здесь. Это ведь архив? Хорошо. Можно мне увидеть документы? О-о-о-о! Нет, ну вы посмотрите на него. Я же сказал нет. Нет. Иди отсюда! Следующий. Что же мне делать-то? Я буду его просто доканывать. Професс игнорирует Оливера, что-то ворчит опять. Трясется вся. Не-не-не-не-не-не-не. Говард обещал. Клятву дал. Сорок лет прожили. Еще бы столько. Бабуля, да насрать! Насрать мне! Вам под землю впору переселяться, куда там дом. И это курва туда же. Справку подпишите. Спасибо, не слышала. В очередь, в очередь, сука. Боюсь, я простою тут целый день, слушая его ворчание. До свидания. Хорошего вам дня. Да-да, и тебе до свидания. Вон ящик, может туда жалобу черкнуть. Только это все бестолку все равно никто не прочтет. А, Эдна. Эдна, Эдна, наша прекрасная, потрясающая Эдна. Оливер замечает Эдну, прячущуюся за колонной. Хозяин, я все-все-все видела и слышала. Толстяк явно напрашивается на показательную трепку. Как думаете, Сорок пару укусов за мягкие места его образумит? Не знаю, Эдна. Он мерзкий, но перед глазами Оливера на краткий миг вспыхивает силуэт древа. Но причинять ему зло я бы не хотел. Удивительная доброта, мой сладкий. Но если вы желаете знать мое мнение, то немного крови в таком деле не помешает. Оливер, Оливер, как собираетесь поступить, человек с удивительным именем? Господи, обожаю Эдну. Прелестный варгуль. Поможем ему? Не хочу я его наказывать. Во-первых, да, как мы поняли, у нас есть пять возможных вариаций насчет нашего отрицательного поведения. Если мы пять раз тронем кого-то, то мы сами умрем. Один раз мы уже кое-кого тронули. Точнее, это сделала Эдна, и я совершенно не хотела этого, но как-то это получилось. Не знаю, можно ли избежать смерти того довольно неприятного субъекта, которого мы встречаем в учебный день в Академии. Но у меня, как видите, не получилось. Хотя я играю довольно миролюбивого Оливера Вертрона, потом лично для себя, наверное, буду перепроходить, уже будучи просто мерзким-мерзким человеком. Поможем? Эдна, что если нам следует помочь ему? Он явно стал таким не от хорошей жизни. Может, стоит поговорить с ним по душам? Вы уверены, мои сладкие, что у этого куска сала осталась душа? Может, мне следует поискать ее среди жировых складок у него на пузе? Эдна, ты опять? Я же сказал, мы поможем. Если ты не заметила, слово поможем совсем не похоже на слово убьем. Хозяин, вы просто бронзец доброты. Как пожелаете, сахарок. Эдна исчезает в воздухе. Ну что ж, я надеюсь, что каким-то мистическим образом, может быть, и одна нам пригодится в этом деле. Ромфус бутерфляя, грузной архифокруга. А, это ты снова. А, жарища! Мудаки кругом одни мудаки. Давай поговорим. Давай просто поговорим. О чем? О чем мне с тобой говорить? И ты о чем вообще? Вы меня, людишки, уже задрочили со своими мелкими просьбами. Снуете, блядь, тут везде не вздохнуть, не пернуть. Да, то, что я читаю матершину здесь, я могу сказать, что все-таки это с художественной точки зрения совершенно верно и характеризует данного персонажа. А ограничение по возрасту здесь стоит. Так что все. Забегался за утро? А, ну... Профус настороженно смотрит на Оливера, а затем слегка улыбается. А то ж! Думаешь, я тут все на жопе сижу, дому гоняю? Ну-ну, я тоже так думал когда-то. Только вот хер там был. Что в итоге? Профус то, Профус все. Там пошурши, тут пошурши. И что в ней позже девяти все на столе было с печатками да подписями. Кажется, я случайно нашел его больную тему. Пришел за темно, лампу зажег и давай. Язык на плечо уже к обеду. Только отдохнуть присел. Глядь! А тут уже народу тьма. Слушай, может я могу как-то помочь тебе? А, да можешь, ясно, понятно. Только с чего ты вдруг решил мне помогать? Тебе что-то надо? Всем, Профус, что-то нужно. Только твои проблемы никто кроме меня не услышит. Люди, эгоисты, ближнему никто не хочет помочь. Слушай, тут лавка есть недалеко. Сережки там, бусики всякие. Чему ты? Через четыре дня у дочурки день рождения. Я тут по нем сижу. Дочка игрушку хотела. Если сбегаешь до лавки, да подарок купишь, то цены тебе не будет. Я помогу тебе, Профус. Он хочет, чтобы я купил подарок для его дочки в лавке ювелира? Отлично. Он получит то, что просит. А, у такого есть дочка, да. Даже интересно было бы на нее посмотреть. Так, лавка ювелира. Ну, тут все понятно. Собственно, даже не надо головой шевелить. Надо просто взять и снова поехать к нашему старому знакомому Уинфроду, который нам предоставит игрушку. Хотя я боюсь, что он нам ее не предоставит, а нам ее придется купить. Насколько здесь все характерные персонажи. Абсолютно разные. Абсолютно нетипичные. И даже у всякой мерзости найдутся какие-то свои проблемы, которые их даже частично оправдают. Это очень интересный подход. И вообще, господи, я люблю эту игру. Подобного я не встречала никогда. Взгляд Оливера останавливается на милой игрушке, лежащей в прилавке магазина. Вот, наверное, та игрушка, которую хотела дочка Профуса. Ну, купим. Оливер осматривается вокруг в поисках продавца. А, ты? Че-то хотел, парень. Игрушку вот эту. Сколько она стоит? А, старовато для игрушек. Но если хочешь, четыре золотых монеты, и она твоя. Забирай. Вот, деньги возьмите. Спасибо. А, не благодари. Забирай с прилавка, такая последняя осталась. Рыжий игрушечный котенок с кольцом в носу. Он шит немного грубовато, но все равно очень мил. Прикольная игрушка, кстати. Действительно. Ну, ладно. Думаю, что дочурка такого чудовища толстого будет вполне довольна. Должна же она видеть что-то приятное, помимо отца своего. Так, к Академии. Мне вот до сих пор интересно, как же все-таки достать что-то из тайника в Гаргулье в Академии? Может быть, это нам потом удастся сделать. Так, ну, все. Здание архива ждет нас. Туц-туц. Профус Баттерфляя. Кружной архив. А, ты! Стоило обратиться к нему по-хорошему, этот неприятный толстяк изменился прямо на глазах. Ты купил подарок моей дочурке? Ай, не подумай, я тебя не тороплю просто. Вот, держи. Профус осторожно берет игрушку из рук Оливера. Ну, это, ну, спасибо, в общем. Как я могу помочь тебе-то, скажи просто. Профус, мне нужен доступ в архив, ко всем документам, которые тут хранятся. Можешь устроить? Само собой. Видишь эту комнату? Иди туда, я подойду через пару минут. Принесу тебе все, что может понадобиться. Благодарю тебя, Профус. Здорово. Отлично. А Эдна хотела взять и пришибить его. А Профус-то и оказался не таким гадким. Просто вся бюрократическая система, она высосала из него, можно сказать, жизненные соки и заставила быть мерзким, жирным, ругающимся куском сала. Вот. Оливер подходит к двери и берется за ручку. Уже довольно поздно. Опекун наверняка начал беспокоиться. Надо заканчивать со всем этим делом как можно скорее. Я зайду в эту комнату и не выйду из нее, пока не найду все доказательства. Конечно, заходить. Оливер решительно дергает дверь на себя и заходит в комнату. Значит так. Слушай меня внимательно и молча. Самым старым бумагам, что пылятся в этом архиве, уже более четырех веков. Тебе, как я понимаю, нужны документы за последние 50 лет. Боже мой, он жуткий. Это облегчает задачу. Все документы рассортированы по алфавитному каталогу. То есть, если тебе нужна бумага, связанная с никельгейвер... С никельвергами, проси документы на букву Н. Улавливаешь? Да, продолжай. Приносить буду по одной папке за раз. Я тебе не и шаг. Тонны бумаги таскать не буду. Да и не по правилам это. Если что потребуется, стукни в дверь. Подойду, спросишь. Ну как, понятно все? Или повторить? Да понятно, в принципе. Да, мне все понятно. Ну вот и ладушки, слава Левиафана. Ты только выглядишь тупым. На деле вроде не дурак, разберешься. Как осмотришься, стучи в дверь, подойду. Ладно, я в зал. Там опять эти мудные просители набежали. Суки, житья от них нет. Какой жуткий архив. Вы только посмотрите, здесь людей пытают. Ага, ужас. Из темноты за решеткой слышится тихое кудахтанье. Там что, курица? Не может быть. Что вообще курица делает в архиве? Оливер стоит у решетки. Ну, нет, присмотримся. Оливер сматривается в темноту за решеткой. Ни хера не видно. Но курица там, судя по всему, все же есть. Отойдем. Не знаю, может быть, все-таки имеет смысл пнуть, но... Ну ладно. Не хочу никаких плохих последствий. Мне как-то жалко Оливера. Это опять же я потом, при повторном прохождении, наверное, буду всей этой ересью заниматься. Всех запугивать, всех пинать, всех бить, рвать, кромсать и Эдну насылать. Так. Ну что, стучимся в дверь? Оливер стучит в дверь. Ну, че звал? Я могу принести тебе документы, все какие только пожелаешь. Только выбери раздел. Это алфавитный каталог все-таки. Документы рассортированы по фамилиям, чтобы искать было удобнее. Так. Мозги. Надо подключать мозги. Фамилии. Какие? Ну, самое простое, наверное, и на поверхности лежащее, это взять документы на фамилию Вертрон. Ведь так? А, Оливер, как ты считаешь? Пороемся в документах твоих? Твоей семьи? А, Б, В, Г, Д, Ю, Ж, З, И, К, Л, М, М, Н, О, П, Р, С, Т. К, Р, значит, здесь. А, Господи, Вертрон, В, Д, Ю, А, Эли, Бестолковая. Так, нет, 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 нет. Как мне? Что? А, вот, все. Так. Профуз. Документы, пожалуйста. Да, тащи. Бумаги на букву В. Вот, что меня интересует. Профуз уходит за документами и приносит нам их. Приносит папку с документами и какой-то громоздкий аппарат. Посмотрим, что Профуз принес на этот раз. Свитки, заверенные печатями Винсмута, в пыльная книга с надписью «Вормуты» и их наследие. Непонятный аппарат. Вайнштайн, Вер... Вертрон. Документы по Вертронам лежат в объемной коробке с толстыми стенками. Открыв коробку, Оливер обнаруживает в ней долговые расписки и какое-то извещение. Странный аппарат также помечен ярлыком с надписью «Вертрон». Я должен изучить все, что лежит в этой коробке. Вдруг тут есть что-то важное. Слушайте, а я тут подумала, что вообще неплохо было бы Кэллу позвонить. Слушайте, а можно даже не только Кэллу. Ту-ру-ту-ру-ту-ту-ту. Я забыла про телефон. А вообще Кэлл является помощником в нашем расследовании. Ну, давайте начнем, наверное, не с него, а вообще с нашей сестры. Почему бы и нет? В телефоне услышаны тихие мелодичные гудки. Телефонная трубка резко наполняется шумом. Звон посуды, выкрики, смех. Где-то вдалеке играет музыка. Алло, это ты, братец? Я Джинни. Ты где сейчас? Я что-то плохо слышу тебя. А? Я на приеме. Здесь немного шумно, так что говори громче. Понятно. Ты что, не веришь мне? Вот музыка слышишь? Я этого не сказал. Я и правда не очень верю словам Джинни. Сестра стала закрытой, а в своей жизни она почти ничего не рассказывает. И это очень не похоже на нее. В ее последних письмах слишком много заметной лжи, и меня это пугает. Чувствую, с ней происходит что-то плохое. Что-то, о чем Джинни предпочитает молчать. Оливер? Братик, ты обиделся? С чего ты взяла? Все хорошо. Просто задумался немного. Как ты? По-по-прежнему все. Сплошная усталость, короткий сон и много-много-много-много-много книжек. Не о чем рассказывать. Работа-то слишком много. Ну, а ты говоришь, что сейчас ты на приеме? Да. Выдалась минутка, вот и отдыхаю. Ты-то как? В порядке. Не о чем рассказывать. Как ты теперь частенько говоришь? Ты все-таки обиделся. Это все из-за того случая? Я клянусь тебе, твой опекун ничего не слышал. Уверена. Только почему всю оставшуюся неделю мы спали в раздельных комнатах? И почему он захаживал ко мне несколько раз за ночь, пытаясь застукать тебя? Да даже если и так, почему ты теперь так относишься ко мне? Словно тебе было противно это, но я-то помню, тебе понравилось. Дело не в этом, Джинни. Мы ведь... О боже, я даже знать не хочу. Капец. А, да. А, ну а в чем же? В том, что я не сказочная дева, не знавшая мужчин? Ну, прости, пожалуйста, что в жизни все не так, как в книжках. Джинни, мы... Скоро утонешь в своих дурацких книгах. Давай, ну, что молчишь? Возрази мне. Джинни, да какого же хрена? Мы ведь брат и сестра, брат и сестра. Км. Я грустила, братец. Плохо мне было. И никого рядом. Только ты. Мне казалось, ты поймешь, не будешь задавать лишних вопросов и осуждать. Вот я дура, наивная. Я хотела, чтобы тебе было хорошо. Если уж мне плохо, то пусть хотя бы кому-то важному для меня будет хорошо. Все дело в этом, да? Скажи. Дело в тебе, Джинни. Ты стала вульгарной. Манера говорить, жесты, походка. Одеваешься как... Как кто? И что это за слово, братец? Твое прежнее, капитан, не звучало настолько похабно? Джинни бросает трубку. Это жесть. Боже мой, зачем я только ей позвонила? Я, в принципе, понимала, что не все так просто. Но, да. Видимо, слово инцест всплывает... Всплывает яркими буквами перед глазами моими. М-м-м, да. Пытаясь утешить себя, сестра нашего Оливера Вертерна заползла в кровать к своему брату. И это узнал их опекун. Та-та-та-та-та-та-ра-та-та-та-та-та. Я в шоке, ладно. Боже. Оливер, ты мне нравишься, что ж ты творишь-то, ладно. Хорошо. В трубке телефона раздаются длинные гудки. Я до сих пор не знаю, что случилось с отцом на самом деле. Мама так и не успела рассказать мне всей правды о его судьбе. За те 10 лет, что прошли с момента гибели мамы, он так и ни разу не появился к Крохстейме. Бывают дни, когда я снова и снова набираю его номер, веря, что однажды он поднимет трубку и ответит. Я не знаю, жив он еще или нет. Мне достаточно знать, что он не мертв. Или не знать того, что он мертв. Жуть. Дарине позвонить не можем. Дарина, лучше бы ты моей девушкой была! Лара, я прошу прощения. 18 плюс, все, ограничение стоит, все, я спокойна. Дети не смотреть, не надо. Да и вряд ли, кстати, это детское поколение, ну как бы юное поколение заинтересует. Все-таки это не Лара Крохт. Эх, даже мамин телефон сохранил на Шоливер. Длинные гудки. Как всегда, я знаю, что мама никогда не возьмет трубку. Не ответит на мой звонок. Я иногда думаю, что вся моя теперешняя жизнь сложена из вещей, которых никогда не будет. Мне слишком много того, что уже никак не изменить. Почему я до сих пор не удалила этот номер? Почему у нас дома на чердаке до сих пор пылится мамина одежда и ненужные нам вещи? Знаете, кстати, вот эта вообще вся ситуация с мамой, с отцом, с отношениями между братом и сестрой, безумно напоминает мне книгу «Цементный сад» Йену Макьюину. Вроде бы там проблема немного в ином заключалась, и книга более реалистичная. Она не более, она жутко реалистичная, именно такой прям кусающийся реализм. Но по схеме поведения, наверное, мне во многом напоминают персонажи, тех, которые были у Макьюина. Единственное, я бы не стала ассоциировать Оливера с главным героем «Цементного сада», ибо тот был очень неприятным. А Оливер, он вызывает некое даже уважение у меня. Он рассудительный парень, довольно интересный, умный, кстати говоря. Правда, когда им управляю я, он не всегда умный. На это уже отдельная песня. Кстати, Йен Макьюин, советую вам вообще познакомиться с его работами. Это один из моих самых любимых писателей. Именно если разбирать писателей современности, я люблю абсолютно все его работы, но кроме двух последних, которые как-то солнечные и... Суббота, по-моему. Вроде суббота. Ну, суббота еще более или менее, но солнечная мне не понравилась совсем. Ладно, это был маленький оффтоп. О, мастер Картенникс, который любит загадывать загадки. В трубке раздается тихий звон, похожий на мелодию из музыкальной шкатулки. Шум и потрескивание. Я волшебный страж мастера Картенникса, и я приветствую вас. Мастер Картенникс сейчас занят и не может поговорить с вами. Какая прекрасная органная мелодия. Ну, здравствуй, страж. Я уже лет десять пытаюсь дозвониться до твоего хозяина, но каждый раз слышу только тебя. Я волшебный страж. От имени мастера приношу извинения за неудобства. Очевидно, мастер Картенникс не счел нужным перезвонить вам. У тебя традиционно плохо с вежливостью, страж. Я волшебный страж. Желаете оставить сообщение для мастера или отгадать мою загадку? Загадку хочу. Хорошо, давай свою загадку. Я волшебный страж. Загадка. Меня не было. Нет. Но я буду. Невидима я. Но есть всюду. В прошлом моем нет ничего. Но я продолжение всего. Будущее. Воздух. Нечто невидимое. Ну, по-моему, это время меня не было. Нет. Но я буду. Невидима я. Но есть всюду. В прошлом моем нет. В прошлом моем нет ничего. Но я продолжение всего. Хотя, возможно, это будущее. Да, это будущее. Это не время. Это будущее. О чем я? Потому что будущего не было и нет на данный момент. Оно невидимо. Но оно всюду. И в прошлом нет ничего у будущего. Потому что оно только будет. Оно продолжение. Не было, нет. Но при этом в загадке говорится я буду. Значит, речь о том, что обязательно случится, но чего не случалось прежде. Невидимый я, но есть всюду. Когда я слышу подобное, мне кажется, что речь идет о чем-то вымышленном, нереальном или просто абстрактом. В прошлом моем нет ничего. Вполне логично для вещи, которой не было и нет. Я продолжение всего. Вот это уже интереснее. Оно абстрактное. И оно не существует в настоящем. Но оно будет у всего. Может, речь идет о времени, поскольку событие имеет видимые последствия, а оно невидимо. Если в загадке говорится о времени, то, вероятно, о будущем. Точно. Ответ – будущее. Страж. Ответ на загадку мастера – будущее. Я Страж. Это правильный ответ. И я вами очень доволен. Вам полагается награда. Раздается знакомый, ласкающий слух звон. Карман Оливера заметно тяжелеет. Ну-ка посмотрим, что там. Хо-хо-хо. Да это же 14 золотых Страж. Ставки растут? Я Страж. Рад, что вам нравится подарок. Желаете оставить сообщение для мастера? Или хотите завершить разговор? Хочу завершить разговор. Спасибо за помощь, Страж. Страж. Желаю хорошего вам дня. Прям завладела моим сознанием. Ух. Единственное, она не завладела моим горлом. Но да ладно. Итак, что это за аппарат такой? Перед Оливером стоит непонятного вида устройство со множеством тоненьких трубочек, преломляющих линз и зеркал. Что это может быть? То есть, ты... Ну, понятно, использовать не можем. Ну, ладно. На глаза Оливеру попадается пачка долговых расписок, перехваченная золотистой банковской лентой. Займ в 2200 золотом сроком до 14 января 1578 года. Займ в 3850 золотом сроком до 14 мая 1578 года. И ниже, рукой отца, приписка, обезуясь в срок. Судя по этим бумагам, семья влезла в долги. Огромные долги. Я помню. Помню, как мама страдала, видя, что род скатывается в бедность. Она старалась как могла, но, кажется, расходы семьи были слишком велики. А потом отец куда-то исчез. И все стало совсем печально. Да хватит на эту машину тыкать, Оливер. Несколько одинаковых свитков из плотной серой бумаги. На каждом расплычатыми чернильными буквами выведено извещение о смерти. Извещение о смерти? О чьей смерти, мамы? Тут написано. Охотники извещают Шерис Вертон о смерти ее мужа, охотника Роджера Вертона. О, Господи! Оказывается, его отец мертв уже давным-давно. А-а-а, я-то думала, что он просто куда-то пропал в неизвестном направлении, как отец главного героя, например, битвы Титанов, атаки Титанов. Папа, ты все-таки мертв. Тут еще что-то написано. Дата и время наступления смерти. 17 июля 1578 года, между 10 и 11 часами утра. Мама была убита в конце августа 1578-го, а это значит, что мама могла знать о смерти отца. Да, что если она действительно знала? Что если ее странное поведение было попыткой скрыть от меня правду об отце? Если так, то не представляю, что ей пришлось пережить. Ниже причина смерти самоубийства. Самоубийство? Я не верю, что отец решился на такое. В каком надо быть отчаянии, чтобы покончить с собой? Исвензанно ли это с долгами семьи? Тут еще кое-что. Примечание. Характер ранений не оставлял. Вертрану шансов на спасение. Смерть наступила в течение двух минут от обширной кровопотери. Аорту, что ли, перерезали? Может быть, это все... Ой, может быть, это было и не самоубийство даже? Папа, что же ты... Это капец. Так, хорошо. Но, в принципе, больше мы ничего здесь делать не можем. Или можем? Нужную информацию я получила. Получила, да. Ну, значит, надо вызвать нашего толстого дружка. Ну, че звал? Звал. Вертран. Как его опекуна звали? Ормунд. Вроде бы так. Так. О, точно. Другие буквы. Тащи мне букву О Спасибо, друг мой, профус Так, Ода, Ода Дом Ода поднимает цены на мёд Вальда, Сода пропустим Вот, нашёл! Орвуд, Орвуд, точно Надо посмотреть, есть ли тут что-то важное для расследования В папке лежит объёмная книга с вычурным названием Посвящение для непосвященных Родовое проклятие Орвуду И документ с надписью договор продажи Панч Оливер открывает сумку И из неё высыпаются какие-то записки и газетные вырезки Ода утверждает, что их пропавший сын был задушен К чему это? Единственный наследник семьи Крафтверк найден мёртвым Тут ещё несколько имён В документах говорится о каких-то детях Ода, Крафтверк Я не понимаю, какое отношение к Орвудам имеют все эти бумаги Потому что он убивал детей И очень... Ну... Я извиняюсь, я не могу... Ну, моё предположение, что Орвуд вообще человек, который убийца Ну, это и так понятно Нам надо доказать его вину Потому что он ходит безнаказанно И у него много денег А плюс к тому же мы являемся его пасынком, так сказать Ибо он нас усыновил Стал опекуном Почему же он убивал детей других известных родов? Может быть, он хотел сделать это и с Оливером? Ну, непонятно Мне кажется, что это так Слушайте, игра просто потрясающая Сегодня какая-то супер-гипер-детективная серия вышла Похоже, что эта книга отпечатана в собственной типографии Орвудов На Форзице оттеснён фамильный герб Итак, посмотрим, что тут написано В свете есть слова, кои всегда составляют, если не тайну, то уж точно знания, доступные лишь немногим Слова, что вы прочтёте, как раз таковы Сохраняйте их при себе Давным-давно, когда свет зари лишь вставал над Левиафаном А великий храм всех богов ещё только строился Наш первый патриарх Остин Орвуд пришёл к коинам храма Он просил коинов дать ему тайную силу Умолял денно и нощно, суля щедрую награду И коины согласились В тайне от людей был проведён обряд Остин Орвуд был напоён кипящей кровью самого Левиафана И из его мечущейся тени родилась тень Из его тени родилась тень? Именно так, что бы это могло значить? Хм, патриарх пробыл в храме много лет И вышел оттуда со всем иным человеком Вернувшись, Остин собрал в своём доме всех людей рода И повелел им пить его кровь Всякий, испивший крови патриарха, обрёл тайную силу Часть от той силы, что Остин получил при храме За спиной у каждого явился защитник Полудемоническая тень Изобличавшая тёмную сторону души своего хозяина Именно так, именно то, что сделалось Сорвудом Как вы помните, в день смерти его матери, Оливера Мы зашли в комнату и увидели двух Орвудов То есть, один из них разговаривал с Оливером А другой убил его мать И, видимо, полудемоническая тень является Как у нас, Варгуль Жуть С этого момента начался невероятный взлёт рода След за которым последовало страшное падение Коины не обманули Орвуды получили силу О кое молил патриарх Но чего стоила эта сила? Случилось так, что со временем тени начали туманить разум хозяев Они нашёптывали Ужасные вещи, крича о могуществе Реках крови и вершинах власти Орвуды начали медленно сходить с ума И патриарх более всех Это о многом говорит Вполне возможно, нам даже надо будет спасти Орвуда От воздействия Ладно, я ничего не буду гадать Пытаясь забрать себе всю власть Орвуды развязали войну против остальных семей Кровавое восстание длилось семь лет Пока, наконец, не было подавлено Остин Орвуд был обезглавлен у подножия башни К этому же подножию был низвергнут и сам род Орвудов И сам род Орвудов вышвырнули из совета, изгнали и прокляли Среди всех великих семей Лишь одна не побоялась протянуть руку помощи изгоям На защиту падшего рода встали блаяи Сделавшие Орвудов своими вассалами Блаяи Орвуды связаны и поныне Услугу, оказанную роду, мы помним до сих пор Временный альянс превратился в мощный союз Окрепшийся времен той войны Спустя почти 300 лет Орвуды сумели вернуться в Нижнюю палату совета А поучительная история с тенями Наконец стала историей И ничем более Ан нет! Оказывается, не стала она историей А все так же действует система Теневая среди Орвудов Во всяком случае у Кристиана Далее следует еще несколько десятков страниц Рассказывающих о взаимоотношениях Блайф и Орвудов Похоже, я узнал нечто важное У Орвудов есть некая тень Что-то вроде демона Данного по праву крови Хм... И я подумал о той ночи, когда была убита мама Да, и я всегда помнил, что убийц было двое Но только теперь все стало на свои места В ту ночь Орвуд пришел не один Он пришел со своей тенью Оливер замечает среди документов Орвудов Коричневую сумку, набитую какими-то бумагами Открывает сумку из нее... Так... А это мы уже читали Вот, теперь мы почитаем это Документ, заверенный подписями трех человек И несколькими печатями В верхней части листа написано Договор продажи Тут написано Кристиан Пол Орвуд С одной стороны И Шерис Вертран Хиршблад С другой Шерис Хиршблад Очевидно, фамилия в скобках Девичья фамилия моей матери Далее Предметом сделки является право на... На... Усыновление Оливера Вертрана Сына Роджера Вертрана И Шерис Вертран Хиршблад Какого... А... Значит, она просто... Мама продала меня опекуну Такого я не ждал Ах... Но тогда почему он убил ее? Что ему было скрывать, если сделка была законна? Кажется, я знаю о матери далеко не все Возможно, есть еще что-то, о чем не сказано в этих бумагах Обалдеть! Хиршблад! Иди сюда, толстый! Иди, иди, помоги мне! Какие вещи творятся! Ммм... Ха, почти в конце алфавита Да Да... 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 Давай, неси! О, боже мой! Вполне возможно, она просто решила Дать, скажем Обратный ход Процессу продажи Возможно, она истратила уже все деньги Но она не хотела отдавать Оливера И поэтому была убита Судя по договору, найденному в папке Орвудов Мама носила фамилию Хиршблад Что же Возможно, документы, которые я найду Здесь могут что-то прояснить Странно Прежде я даже не задумывался о том Какому роду принадлежала моя мать С ее родными мы никогда не общались И я не слышал ни слова о них Должно быть, отношения в семье были не столь безоблачными Как мне казалось тогда Хм... Итак Письма Хиршбладов Какие-то белые папки Есть ли среди этого хоть что-то достойное внимания? Все какие-то, как кровью перепачканные Эти папки похожи на какое-то досье На обложках известные фамилии Трайверк Лейтс Фрейд Есть и папка подписанная Вертран Хм... Любопытно, что там Оливер открывает папку с надписью Вертран на обложке Так и есть Это досье Перед первой страницей вложена фотография отца Еще молодого С короткими жесткими волосами Вертраны Основные статьи дохода Охота на демонов Знахарство Магия Добыча И обработка янтаря Тут же приложена маленькая вырезка из какой-то книги Роль янтаря в делах Вертранов весьма значима Считается, что род умеет обрабатывать камни особенным образом После полировки и огранки камень приобретает способность Запечатлевать облик демонов, аберрантов, приблизившихся к носителю камня Для чтения записанного в камне изображения Вертраны используют специальные устройства, кое сами и собирают Значит, это странная машина, найденная в вещах отца, и есть то самое устройство Камень Вертранов записывает только облик демонических существ Аберрации различных форм демонов, связанных с носителем договора, магией крови и так далее Для обнаружения демонов Вертраны носят украшения с этим камнем Кулоны, броши, серьги и диадемы с янтарем В ходу также кольца и браслеты Кольцо с янтарем Как же я раньше не понял, мамино кольцо, оно ведь украшено большим куском янтаря Тут еще много всякой дополнительной информации О годовом доходе семьи, о положении в совете, краткое родословное Не уверена, что это мне пригодится Похоже, досье было собрано еще в те времена, когда молодая Шерис Хиршпла искала себе жениха Наверное, я должен быть благодарен ей за то, что она выбрала отца Вот оно что, вот оно что, и кольцо не просто так, и янтарь не просто так Стопка старых, выцвевших писем На каждом конверте указано Шерис Хиршбл отлично Имя отправителя написано столь неразборчиво, что я не могу прочесть ни слова Посмотрим, что здесь Дорогая Шерис Пропустим Доченька А, ясно, письмо от моей бабушки Вот, что-то важное кажется Лицо Когда мы виделись в последний раз и твои прошлые письма Все это несет на себе отпечаток страшного отчаяния и причина твое бедственное положение Твой отец надел маску злорадства, но по всему видно, что он о печали Он твердит, будто прежде до вашей ссоры он неоднократно предупреждал тебя О том, что Вертрана нищий, безнадежный род И выходить замуж за мужчину из этого рода было бы ошибкой Да, твой бедный муж Весть о том, что он покончил с собой, пришла в наши края слишком быстро Скажи, это правда, что он распорол себе живот прямо в зале совета? Говорят, он просил денег для семьи, но все ему отказали И тогда не могу одобрить его поступок, но могу понять Ужасно, это ужасно, это ужасно Ужасно, как и твои планы насчет малыша Оливера Продать ребенка, не сошла ли ты с ума доченька? Нельзя спасти семью, жертвуя ей самой Кто у тебя останется? Дочь? Джинни? Я искренне надеюсь, что твой покойный муж не знал о твоих замыслах Но он бы не простил тебя и был бы прав Вероятно, сейчас я пытаюсь оправдать маму Но по всему видно, что она решилась на сделку с Кристианом Из-за бедственного положения семьи Вот другое письмо Доченька, здравствуй Далее По странице письменных реверанцев Вполне в духе провинциальной аристократии Земля наполнена молвой, доченька И всюду звучит твое имя Кто-то сказал, что Шерис Вертрон стала безумна А остальные подхватили за ним Не стану спрашивать, правда ли это Но я беспокоена тем более, что твои последние письма стали странными Отменить сделку? О чем ты, Шерис? Ты взяла деньги, они частично истрачены Долги покрыты, но твой долг перед Орвудами только вырос Да, прежде я не одобряла идею продать Оливера, но... Но все зашло слишком далеко И если уж ты поставила свою подпись в договоре То не остается ничего, кроме как выполнить его условия Или ты впрямь сошла с ума, как твердят злые языки То, что я только что прочел, объясняет странное поведение мамы Незадолго до смерти она была действительно не в себе И это я хорошо помню Да, и я забалтываться, кстати, очень сильно стала Так что вы простите, потому что, по-моему, я уже час записываю точно А час чтения вслух, это... Это сложно Так Нет-нет, толстенький, не уходи Нет-нет, ты мне нужен, мой дорогой Давайте вернемся к машинке Потому что о ней очень много разговоров шло И о ней много полезной информации было написано Ммм, кстати, надо было бы букву L еще посмотреть Почитать про Лотнеров Выяснили бы, наверное, много интересного Извещение, расписки и аппарат В досье, которое мама когда-то собрала на моего отца Было написано, что Вертраны используют янтарь, чтобы записывать в нем образ демона И... и специальные машины, чтобы этот образ проявлять Скорее всего, этот аппарат одна из таких машин Я думаю, все предельно понятно Где тут наше славное кольцо? Вот оно Янтарь Теперь я вижу Камень закреплен в ложе таким образом Чтобы можно было его легко вытащить Ольвер подцепляет янтарь ногтем И чуть надавливает снизу Вот оно Хотелось бы знать, сохранил ли камень что-то, что указывало бы на преступника И как можно увидеть это изображение снова? Не знаю Герпапликуна, это мы все читали Прошу прощения, но... Странно Но ладно А как его использовать? А, вот есть отдельно Прямоугольный кусочек янтаря, обработанный и отполированный Говорят, камень, ограненный особым образом, может запечатлеть облик демона, оказавшегося поблизости В досье, которое мама когда-то собрала на моего отца, написано, что да Камень, который я вытащил из маминого кольца, это, без сомнения, янтарь Возможно, мне стоит проверить его Ольвер вставляет камень в аппарат и включает машину Комната озаряется ярко-голубым свечением В лучах исходящих из камня проступает изображение Да, я уверен, что мама была убита именно тенью, силуэт преступника кажется размытым, при том, что силуэт матери отпечатался невероятно четко Этому может быть только одно объяснение Отпечаток преступника в камне выглядит нечетким Потому что в жизни убийца выглядит так же И никак иначе Ты попался, Кристиан Ты и твоя проклятая тень Вот как все было Все началось с того, что мои родители влезли в долги Расписки, которые я нашел в документах отца, служат этому достаточным доказательством Семья обеднела Мать и отец пытались найти деньги Папа брал золото в долг у других высокородных Что же касается матери, то она выбрала иной путь Мать заключила сделку Она нашла человека, заплатившего огромную сумму за право стать моим опекуном Так и появился этот договор об усыновлении Уверен Она сделала это ради самых благих целей Вероятнее всего, мать думала, что спасет наш род от позора и бедности И, конечно, она боялась сообщить отцу, что придется отдавать меня в другую семью В конечном итоге, это и убило его В свидетельстве о смерти отца сказано, что он покончил с собой И я понимаю, почему он ушел именно так Итак, деньги таяли, а стопка расписок все росла В какой-то момент даже самые щедрые и высокородные прекратили давать отцу в долг И он, не видя иного выхода, отправился в совет просить о займе Отец был гордым человеком Наверное, он смог бы снести публичное унижение, если бы это дало хоть какой-то результат Но там, на ступеньках совета, отец получил отказ и... Покончил с собой Я хорошо помню строчки из этого странного тревожного письма Кто-то сказал, что Шерри Свертран стала безумна Так оно и было Из-за того, что отец сделал с собой, мама сошла с ума И что творилось в ее воспаленном сознании, мне неведомо Судя по письму, она отменила сделку, что и стало мотивом для убийства Возможно, опекун не собирался убивать ее Если верить к книжке, что я нашел среди документов Орваду Тень могла расправиться с мамой и без вмешательства Кристиана В какой-то степени это снимает с него вину в содеянном Но, с другой стороны, история с тенями немного забылась И если дать преступлению огласку, то это основательно пошагнет могущество Орваду Бьюсь об заклад, Кристиан, ты не знал, что все закончится именно так Когда-то давно я поклялся, что посажу тебя, как только представится подходящий момент И вот этот момент настал Единственное, что остается непонятным во всей этой истории Это те документы, что я нашел в кожаной сумке Какое отношение к Орваду имеют все эти дети? Эй, ты заснул, че ли? А? Сидишь тут, глаза закрыты, бармочишь че-то Ты случаем ничего не употребляешь, если так, то проваливай Надумаешь помереть здесь, я тебя сам прибью Нет, покойники не нужны Все в порядке, я просто задумался В порядке, в порядке У тебя, быть может, в порядке, а у меня тут полная жопа творится Оливер Вертрон, это ты? Да, а в чем? Собирайся, какой-то мужик в мундире банковского служащего пришел по твою душу Он сказал, что из Орвадов, а Орвадов поперек глотки вставать я не буду Дороже выйдет, посему собирайся и выматывайся Кристиан? А, да, да, так он и представился А ну вставай, я че-то торопить тебя должен Опекун здесь Да как он нашел меня? Или он знал, где меня надо искать? Чувствую у нас неприятности Ммм, мы второй эпизод закончили Эпизод третий В шкуре убийцы Ах, опекун здесь Если он знал, что меня нужно искать Значит, он также знал, зачем я приехал в архив Мне стоит быть осторожнее Некоторые из моих улик могут представлять реальную ценность Стоит как-то скрыть их, чтобы опекун не догадался Ну что ж, мои дорогие друзья На этом моменте я точно скажу вам до свидания Потому что скоро осина лишится голоса После вот таких длительных чтений Но я очень-очень рада тому, что сегодня узнала Игра восхитительная Просто потрясающая Наверное, одна из лучших Новелл-квестов-детективов Если брать именно европейский взгляд На такие вещи Которые вообще мне доводилось когда-либо видеть Всем ее очень советую Конечно, вещь своеобразная Не каждому придется по душе Но для ознакомления Мое мнение просто необходимо Ставьте большие пальцы вверх Если вам нравится история Оливера Вертрена Если вы хотите, чтобы осина и далее Узнавала, что же творится в этом довольно мрачном мире Я рада, что вы были со мной Всем пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok